Вот наливаем в раковину, помыли, ополоснули. Вот так, как-то так. Воды нет, всё грязно, везде одна грязь. Не мыть-то всё. Посуда грязная, всё грязная. В квартире у Юлии Тихоновой круглые сутки открыты все краны. Надеется, вдруг вода всё-таки потечёт. Уже больше недели в четырёх домах на улице Абрамова в городе Камешково отключено водоснабжение. На подъездах ежедневно сменяются объявления. Воду обещают дать со дня на день. А пока жителям приходится ходить с бутылками и вёдрами к шлангу, который заботливая управляющая компания вывела из подвала одного из обеспеченных водой домов. Ну, эти дома попали вот сейчас под, как можно сказать, под раздачу. То есть скважина, которая работала на эти дома, на эту улицу, вышла из строя. В воде были большие примеси глины, линии забитые оказались. И поэтому давления в системе нет. Увы, помочь жителям уют никак не может. Коммунальные ресурсы ей поставляет фирма ВИК. Сегодня директор компании лично выехал на Абрамова посмотреть, как рабочие ищут место, где забилась труба. Оказалось, что водопроводные сети на этой улице практически антикварные. Им скоро будет век. Так что трубы надо менять полностью. Директор ООО ВИК Андрей Панин сообщил, что его фирма уже ведет переговоры с собственником труб администрации Камешковского района. А пока пытается хоть как-то обеспечить жителей водой. Сейчас ищем варианты восстановить там водоснабжение по каким-то обводным линиям, в общем, каким-то образом. Окончательного решения пока нет, но вода у жителей будет. Заменить нужно всего небольшой участок, 250 метров. Панин уверен, что это обойдется не больше, чем в полмиллиона рублей. Но вопрос с финансированием замены пока не решен. Глава администрации Камешковского района Анатолий Курганский понимает, как остро стоит проблема с водоснабжением во всем районе. И на улице Абрамова в частности. Но обнадеживый водопровод поменяет уже в июне этого года. На сегодняшний день, конечно, мы принимаем колоссальные меры для изменения ситуации. Но в первую очередь, конечно, мы хотели подчеркнуть, что начато строительство водозаборных сооружений, нечестных сооружений в рамках изменения глобальной системы водоснабжения и водоотведения города Камешково. И, соответственно, в рамках уже муниципальной программы занимаемся внутренними сетями города Камешково. В рамках программы развития моногородов Камешково получил более 750 миллионов рублей на решение проблем системы водоснабжения. Однако эти деньги потратят на ремонт и строительство центральных сетей. Городские будут менять в рамках муниципальных программ. Курганский добавил, долгие годы в городские инфраструктуры не вкладывалось ни гроша, и поэтому одним днем все проблемы не решишь. Однако каждый день без воды для жителей улицы Абрамова тянется бесконечно долго.